госдума вчера в экстренном порядке приняла поправки к уголовному кодексу добавлено было несколько новых статей и определили эти статьи ответственность за преступления против военной службы есть такие оказывается преступления против военной службы я думаю нас интересует только против человечества и мира однако нет эти преступления с которой совершено в ходе мобилизации и собственно само слово мобилизация была в результате этих поправок почти уже внесено об этом поговорим с максимум гребенеком основателем проекта военный омбудсмен прямо сейчас доброе утро максим как ты на все это смотришь на глаза видимо ужесточили законодательство она всегда была военное законодательство и военная ответ ответственность военнослужащих уголовно по специальным этих преступлениях но вот сейчас конечно вчера я изучил законопроект пока который подписан ну принят государственной думой единогласно и сегодня уже поступит на рассмотрение в совет федерации экстренно очень сильно ужесточены статьи для за воинские преступления но не все а те которые помогут специальной военной операции скажем так то есть например насилие начальника по отношению к подчиненным статья осталась нетронутая вот именно если военнослужащий посмеет поднять руку на начальника то ответственность там за обычные побои возрастает до 15 лет ну так достаточно очень жестко поэтому конечно да насколько я понимаю возрастает ответственность за неисполнение приказа и за оставление воинской части это как раз те способы которым пользовались люди которые не хотели продолжать участвовать специально военной операции они могли просто оставить участили могли не исполнить преступный приказ сейчас это меняется да я почитал внимательно закон многие блогеры и журналисты и вообще граждане почему-то считают что этот законопроект именно в условиях будет действовать в условиях мобилизации военного положения вот ввели определение мобилизации вот связи с этой мобилизации закон закон будет применяться нет там это сказано как бы на всякий случай перечислено в том числе в условиях мобилизации военного положения а также в условиях военных действий военных конфликтов там написано это все касается того что происходит сейчас поэтому как только закон будет одобрен советом федерации подписан президентом все это будет распространяться даже если они не ввиду военное положение не объявят мобилизации все это будет работать да при этом я отвечу все-таки на твой вопрос дарья по того что не исполнение приказа раньше эта статья была полумертвая не практически никого не привлекали к ответственности потому что должен быть отдан приказ установленным порядком и за его невыполнение должны наступить ощутимые последствия вред интересам службы в любом случае то есть нужно посмотреть что если человек отказался от выполнения приказа него там сгорели танки личный состав перебили там еще что-то враги сожгли родную хату то сейчас сам по себе просто отказ от участия в боевых действиях который ранее не был криминализован то есть это была дисциплинарная ответственность и увольнение за это было то теперь только за сам факт отказа участия в боевых действиях будет предусмотрена ответственность от двух до трех лет это вот конечно такое новшество достаточно жесткая еще одно жесткое нож новшество связано со сдачи в плен и это тоже сильно перекрывает кислород тем кто так или иначе пытается избежать участие в боевых действиях это тоже насколько я понимаю был один из способов просто сдаешься и не стреляешь ни в кого и теперь за это грозит наказание да за это грозит наказание до десяти лет причем написано добровольная сдача в плен я с этим вопросом разбирался многие спрашивают что такое добровольное что такое недобровольное это первый вопрос который у меня возник да как будто доказывать добровольность военнослужащий должен в соответствии с уставом оказывать в любом случае сопротивление пока он может то есть если военнослужащего например превосходящие силы противника этому десять раз больше окружили и говорят давай сдавайся он должен говорить русские не сдаются и биться до последнего то есть недобровольная сдача в плен это когда он захвачен врасплох и сразу там связано без оружия либо в бессознательном состоянии либо ранения не позволяли ему оказывать сопротивление вот это будет не добровольная в остальных случаях какая-то речь о какой-то разумности то есть ну один против ста никого не волнует это будет добровольным но всегда можно говорить что я был контужен когда меня взяли в плен как как это будет доказываться ну для этого вот у нас будут следственные органы каким-то образом на основании показания очевидцев будут доказывать но весь несколько военнослужащих попали в плен будут по показаниям смотреть на выловить на противоречиях выяснять разбираться но если один военнослужащий конечно остальные были украинцы я думаю украинцев там тяжело будет допросить но если было несколько военнослужащих будут рассмотреть выяснять если состав преступления именно добровольно ли они сдались я не так оптимистично конечно смотрю на наши следственные органы мне кажется никто ничего доказывать не будет просто есть статья применяем но никто же не доказывает в конце концов факт дискредитации вооруженных сил никто не доказывает фейковости заведомую ложность я думаю что здесь потому же пути пойдут а почему почитайте ну даже даже факт дискредитации вооруженных сил или фейки например следователь делает запрос по фейкам делать запрос министерства обороны а правда ли что вот такая вот история и министерство обороны пишет что нет это неправда вот целый вот переписка там должна быть должны быть показания конечно в любом случае но то что это с обвинительным уклоном я так согласен с вами конечно но расследование любом случае проводится какие-то показания получаются то что вокруг этого много всякой бумажной работы и бюрократии это однозначно тут я тоже чтобы согласно слушай у меня я про плен еще я боюсь что и видео господина золкина будут легко приобщены к этому расследованию потому что они все там говорят я добровольно я добровольно добровольно даю интервью согласен на запись добровольно сдался в плен это очень часто там бывает кажется им стоит не возвращаться в россию до но пока что по общему правилу закон обратной силы иметь не должен ха-ха-ха хочется мне сказать если он вступит в законную силу с момента опубликования и там будет не написано что он имеет свое действие на случай там с 24 февраля то с момента его опубликования все те кто сдадутся в плен добровольно там убегут там не будет исполнять приказ то они будут подпадать под новый закон но в некоторых случаях да бывает распространяют в обратную сторону но мы это узнаем ближайшее время пока что я думаю что будут иметься в виду случаи которые после опубликования после вступления в законную силу закона они будут браться в расчет как тебе кажется эта статья это ужесточение эта реакция на большое количество сдавшихся в плен ну конечно это вот очень болезненно это то что делает золкин конечно это очень неприятно для нашей власти выглядит очень нехорошо потому что они начинают рассказывать там не очень хорошие вещи про нашу армию скредитировать и считать что если он сдался в плен его все равно обменяют и даже мне ко мне обращались некоторые военнослужащие которые после сдать попадания в плен их обменивали им опять предлагали на спецоперацию они отказывались то есть принципе военнослужащий считается никаким образом не ничего такого противозаконного том что он был в плену там единственное что за добровольную сдачу в плен переставляли переставали начислять денежное довольствие но и тут мне опять видится реставрация совка и продолжение движения в ту сторону потому что такая статья была в советском союзе там формулировка была что-то вроде сдача в плен по малодушию и в этом мы никак не уйдем конечно от совка концлагеря фильтрация после плена мы это все проходили 80 лет тому назад и вот она здравствуй ну и про законную про про обратную силу конечно который закон якобы не имеет тут много нам напоминают мне тоже в первую очередь пришло в голову дело гозмана которого который сейчас сидит за пост от 13 года да вот вам и обратные обратная сила но мне все таки еще есть один небольшой вопрос ввели понятие мобилизации и это очень сильно всех испугало а мы будем еще говорить что там возросли возросло количество запросов как уехать из страны как получить отсрочку если эти все поправки и так бы работали в вооруженном конфликте и в военном столкновении то зачем вообще вводили понятие мобилизации возбуждали российское сообщество ну все-таки скорее всего идет подготовка к этой истории потому что меня когда спрашивают чем отличается мобилизация от войны от военного времени военного положения разница в том что мобилизация и война это как бензин бензинчик и фольксваген во дворе ваш стоящий то есть можно хранить бензин там в гараже в канистрах можно с ним ходить можно его покупать но сам по себе он не нужен это мобилизация от фольксваген это вот будет война он тоже как бы может стоять может быть но без бензина он едет плохо как вы понимаете поэтому мобилизация это обеспечивает движение войны она обеспечивает то есть все экономика людские ресурсы все это запустить законы все издать заранее а уже потом будет ехать наша доблестная армия поэтому в данном случае они все предусмотрели в законе на всякий случай на будущее сделали мобилизация пока что понятия как такового понятия там не введено это всего лишь уголовные поправки в уголовное законодательство и это говорит о том что будет ответственность более жесткая если в условиях мобилизации военного положения совершать любые преступления там в том числе в отечащей вину обстоятельства введены поправки то есть в условиях мобилизации любое уголовное преступление которое было вот именно в условиях мобилизации совершено оно будет отечащим вину обстоятельства то есть тяжелее будет получить условный срок если санкция разброс санкции там например от двух до пяти лет будет ближе к верхней к верхнему пределу поэтому ну вот это все подготовка конечно но когда она будет объявлена пока что непонятно что происходит у вас проекте военный омбудсмен возросло ли количество запросов как люди реагируют на то что происходит вокруг ну меня в основном все таки я работаю по большей части все таки с действующими военнослужащими я также сотрудничаю с проектом а гора там очень много военных юристов которые помогают в том числе военно обязанным и призывникам и вот в этой истории больше подсказывают я все таки ко мне пишут действующие военнослужащие да задает вопрос был да один вопрос что будет если сейчас за плен будет ли ответственность и вот было очень много вопросов если я сейчас напишу отказ будет ли это потом преступлением и как вообще быть но здесь понимаете ну вот отказ и отказ там их пишут сотнями тысячами да эти отказы и дальше воюет при этом то есть командование говорит ну хорошо написал все у тебя ко мне вопрос еще ко мне есть вперед на передовую воюй то есть можно сейчас написать отказ а потом когда примут закон опять предложат на передовую и человек откажется и будет заново уже будет состав преступления то есть можно военнослужащим это не значит что он один раз отказался и это навсегда ему могут предлагать хоть каждые пять минут подходить и говорить поехали на войну на спецоперацию он будет говорить нет ну а вот ты знаешь что вот теперь вот уже все закон силу вступил поэтому тебе двушечка пожалуйста поэтому здесь такая вот интересная история с этим отказом и но сдача в плен то тут другое конечно попал значит попал а вот отказ от спецоперации могут тебе хоть 500 раз предложить в любое время каждый раз будет считаться новой попыткой новый приказ тебе отдан заново все заново поэтому здесь вот эти вопросы превалируют вопрос из чата есть ли какой-то шанс у срочника не участвовать в условия частичной мобилизации что-то немножко в вопросе все смешалось есть у нас призыв и служба по призыву уже военнослужащий а мобилизация это когда военно обязанных граждан годных военным военной службе состоящий в запасе призывают в порядке мобилизации это другая будет история которая пока не началась если срочник сейчас настоящее время служит пока что верховный главнокомандующий сказал их не привлекать специальной операции они пока мне вот очень много мам пишут что мой сын там находится вдоль границы там где-то в белгородской области где-то в курской области вот возле границы они стоят вот что делать как его забрать оттуда я говорю ну перемещать срочника по российской федерации абсолютно законно хоть на курилу его отправь хоть в белгородскую область вот но пока что именно участвовать у нас были только первые дни первые несколько недель там было произошло произошли некоторые оказии на которых вы знаете после этого сигналы о том что привлекаются срочники но и после соответственно москвы не поступало уже после апреля при этом сейчас активно свозят срочников на границу с украиной много тоже об этом сигналов кроме того опасения у родителей срочников вызывают возможное принятие в состав россии скоро днр лнр хнр и чего там еще р и тогда это будет уже формально для властей территории россии а значит и срочников туда можно будет отправлять все верно я понимаю вполне логично конечно ну и а еще у меня вопрос про резервистов как как меняется положение резервистов связи с этими поправками ну резервисты это вот в общем то те которые как сказать опять здесь может быть недопонимание вот строго в соответствии с законом резервисты это те кто поступил в мобилизационный резерв сам добровольно пришел ножками военкомат и сказал я хочу быть резервистом они заключаются заключает контракт на резерв состояние в резерве им платится небольшая там зарплата они там подписались под то что будут раз в год там где-то участвовать в сборах и них они растут там воинском звании идет на пенсию там и так далее какие-то льготы вот эти резервисты их приду в случае войны практически очень быстро их определяют на фронт они уже практически все призваны резервисты а вы имеете ввиду но вообще мобилизационный ресурс наверно это вот воин все военно обязанные граждане до 35 лет это вот первый разряд они стоят и может могут быть выданы мобилизационные предписания и в случае объявления мобилизации они будут призваны в первую очередь и отдельно еще там упоминаются военные сборы и вводится наказание за отказ участия в них не совсем вот если пока повестку не получил и пока не прибыл по повестке еще не считаешься субъектом до этих воинских преступлений еще пока не относятся эти поправки вот эти поправки как там сказано что гражданин призваны на военные сборы находящийся на военных сборах он уже тогда сам несет ответственность как и все остальные военнослужащие пока человек не призван на военные сборы он никакой отягощение уголовной ответственности пока не наблюдается в этом законопроекте то есть пока он не расписался в повестке и не пришел в инкомат своими ногами а вот если уже пришел на сборы то если уже пришел явился по повестке тебя зачислили на сборы и отправили далее писание что нужно прибыть такую-то часть как у обычных военнослужащих евгений с у нас чуть спрашивает у меня военный билет с надписью негоден в мирное время я резервист ну как бы нужно смотреть не совсем наверное карик корректно высказался сообщил скорее всего там написано ограничено годен вот ограничено годные они идут по третьему разряду они не в первую очередь идут при мобилизации но могут быть теоретически призваны вот именно когда будет общая мобилизация то доберутся до ограничено годных это вот вышка так называемая она позволяла не идти в армию но если родина скажет то надо будет то есть частичная мобилизация она не трогает ограничено годных всеобщая мобилизация задействует и поняла наверное еще один вопрос значит вот полностью негоден б не годен вот они точно не подлежат призыву ни при каких условиях да ну еще один вопрос из чата я хотел тебе задать который просто позорно убежал у меня из фокуса внимания ну да ладно дивертировал поле эфира вообще а еще раз уточняет евгений с то есть явиться не явиться по повестке это не статья не не лица по повестке именно на военные сборы там штрафы административный до 3 до 3 тысяч рублей то есть дешевле не явиться чем явиться и так и так накажут но лучше заплатить 3000 чем ну короче похороны дороже будут вот что я вам скажу ну еще последний вопрос от олег блинников мне 64 года и я капитан запаса медицинской службы призовут так надо смотреть он должен открыть у себя военный билет и там смотреть какой он какой он разряд вот капитаны скорее всего он пойдет либо по третьему разряду либо уже может быть не при не быть призваны но скорее всего до 60 по моему третий разряд младше офицера скорее всего он уже не входит мобилизационный ресурс а сколько раз могут выписывать штраф за неявку по повестке ну каждый раз как не вился по повестке то есть могут хоть каждый день приходить с этой повесткой каждый день штрафовать а если какое-то расточение ну типа три раза штрафа потом уже потуску забыли пока предусмотреть пока не напоминаете нашим наши доблести хорошо мы будем в общем пока главное иметь 3 тысячи в кармане для административного штрафа о неявки по повестке пока главное не надо предлагать решить на месте вопроса именно все официально через протоколы через соответственно банк оплачивать да это как минимум тянет время это очень нам на руку как на руку нам то что был на с нами на связи максим гребенюк основатель проекта военный омбудсмен человек который защищает права военных и рассказал нам про то что нас ждет и как нам реагировать на законы и поправки которые вчера были приняты спасибо максим за это подключение остаемся на связи спасибо максим до свидания